Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад приветствовать всех на нашем вебинаре, который проводим совместно с Александром Элдером. Вебинар, серия вебинаров, которая называется «Трейдинг у правого края экрана». Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. И прежде чем совершить какие-то операции на реальные деньги, то обязательно будьте уверены, что вы ознакомились со всеми рисками и их понимаете. Для тех, кто присутствует на нашем вебинаре впервые, расскажу несколько слов о компании. Компания «Доморомаркетс» является ведущим брокером. Мы работаем уже порядка 19 лет и оказываем свои услуги практически по всему миру. Мы предоставляем торговлю как маржинальную, то есть использованием кредитного плеча, это классические CFD-инструменты на валюты, на акции, в том числе на криптовалюты и на индексы. Ну и также в прошлом году запустили счет «Адмирал Инвест», который дает возможность инвестировать в акции. То есть вы можете покупать акции, формировать свой портфель и держать их уже непосредственно на долгой срок. Кстати, сейчас для тех, кто торгует индексами, например, DAX, 30 и Dow Jones, мы недавно проводили исследования среди наших конкурентов и пришли к выводу, что мы держим спреды на минимальных уровнях в сравнении с нашими конкурентами. Поэтому если для вас также интересны эти инструменты, то сравните и посмотрите. Ну и мы всегда уделяем очень большое внимание обучению. Поэтому вот уже, наверное, год назад, мне кажется, что у нас уже скоро будет год, в июне, как мы с Александром запустили данную серию вебинаров, когда мы встречаемся раз в месяц, и Александр делится своим опытом с нашими слушателями, и мы имеем такую возможность получать эту колоссальную информацию. Поэтому мы всегда рады приветствовать вас на наших вебинарах, и если вы зарегистрировались на этот вебинар, следующий вебинар у нас пройдет в конце мая, вам дополнительно на него регистрироваться не требуется, ссылка вам придет автоматически. И прежде чем передам слово, я об этом еще скажу чуть дальше. Еще в конце у меня остались книги Александра с автографом в Таллине, поэтому мы в ходе наших вебинаров продолжим их разыгрывать, и вот в конце расскажем, какие у нас будут правила. Ну, я надеюсь, что правила придумал я, я думаю, что Александр меня в этом плане поддержит, но если нет, то скорректируем. Хорошо, я со своей стороны закончил, готов слово передать Александру, поэтому, Александр, принимайте слово, и очень интересно узнать ваше мнение о текущей ситуации, о том, что происходит в мире, ну и в целом, что вы думаете, считаете по рынку на текущий момент. Спасибо большое, Роман. Спасибо. И пару слов в продолжение о том, что вы сказали насчет риска. Рынки – это очень рисковое место. Любой человек, который вам говорит, что делать деньги легко, врет. Деньги на самом деле очень сложно делать. И когда мы обсуждаем на этих вебинарах какие-то конкретные инструменты, будь то акции, форекс, биткоин, все, что вы хотите, пожалуйста, не используйте то, что я говорю, как конкретный совет к действию. Было бы глупо давать совет, конкретный совет к действию, не зная ни вашей финансовой ситуации, ни вашей терпимости по отношению к рискам, ни вашего временного диапазона. Будете это выдержать несколько дней или несколько месяцев. Поэтому это не конкретные рекомендации купить-продать. А что это такое? Я считаю себя обязанным дать вам четкие, незамутненные мнения о том, что происходит на рынках. Некоторые из этих мнений я торгую сам. И поэтому то, что я делаю, глядя на экран, это я размышляю вслух. И глядя на экран, я говорю вам о том, что я считаю об этом экране, что я собираюсь по этому поводу делать. То есть это размышления вслух. Если вы решите, что какие-то из этих размышлений имеет смысл торговать, то обязательно обратите внимание на контроль над риском. Я неделю тому назад получил письмо от одного начинающего, он проработал несколько моих книжек. В феврале приступил к торговле. Хорошее время, ранний февраль. Самая-самая верхушка бычьего рынка. Сделал немножко денег и решил переключиться на day trading. Заказал одну акцию. Одну из моих любимых акций, кстати, очень сильная акция. Shopify, компания Ticker Shop. И на момент написания этого письма, который он мне послал, счет из 70 тысяч долларов просел ровно наполовину. Что делать дальше? Что делать дальше? Что делать дальше? Дальше, не дальше, а раньше. Учиться контролировать риск. Каждый раз, когда вы уходите в акцию, или в валюту, или во что угодно, одна из ключевых цифр, которую вы должны определить. Сколько вы готовы потерять? И не расплакаться при этом. Одно дело потери. Взять счет в 70 тысяч долларов и разбить его буквально за полтора месяца в половину. Это потеря. А если вы уходите с таким же счетом и говорите, ну, я буду рисковать счет в 70 тысяч долларов, я буду рисковать, допустим, максимум одним процентом. 700 долларов. То это уже не потеря. Это деловой риск. Это как у любого бизнесмена есть риск. Каким бы бизнесом вы ни занимались, не знаю, химчистку открыли. Ждете клиента, вдруг дождливый день, клиенты не идут. Будете плакать, что дождливый день, или два, или три, или четыре подряд. Нет, это нормальный деловой риск. В этот день деньги не получились. То же самое должно быть сделано в трейдинге. Какой у вас деловой риск? Не потеря, а деловой риск. И вот это максимальный размер риска, который вы позволяете себе по каждой сделке, чтобы не расстраиваться и не плакать. Ну, это так, к слову. Конец проповеди. Переходим к анализу рынков. И, насколько я вижу, на графике, который показывает Роман, график Standard & Poor's, 500, это очень широкий график американского рынка. Это график, это индекс, который включает в себя 500 самых крупных капитализированных акций. Что значит капитализированных акций? В этот индекс входит, допустим, в Google. Google – это капитализация Google. То есть, если взять стоимость всех акций Google и помножить их на количество этих акций, получится очень большая цифра. Больше, чем у нас всех вместе взятых. Шутка. И это капитализация. Значит, какова капитализация Google? Это цена акций, помноженная на количество. И в то же время там есть компании, маленькие компании, которые торгуются по 2-3-4 доллара. И очень маленькие объемы у них дневные. Так вот, S&P 500 – это индекс, который включает 500 самых крупных капитализированных компаний. Вчера было очень занятное явление. Я следил за… К сожалению, вчера занимался очень мало торговлей, потому что мои собаки встретились с дикобразом. И впоследствии, значит, я удалил все иглы из них, кроме одной. И вчера собаку одну возил к ветеринару, чтобы последнюю иглу из нее вытащить. Но жена вела машину, а я смотрел на то, что происходит на телефоне. Рынок вчера поднялся, индекс поднялся, но при этом все крупные акции – Амазон, Гугл, Микрософт – они все упали. И таким образом капитализация показала, что мелочевка идет вверх, а большие, так сказать, зубры идут вниз. И это то, что мы наблюдаем на этом рынке сегодня. Извини. С левой стороны недельный график. И вы видите, что был колоссально быстрый, невероятно быстрый медвежий рынок. Когда S&P упало где-то от 3.400 до 2.200, S&P упало почти на 30%. И вот этот невероятно быстрый медвежий рынок был последован таким же быстрым взлетом. Центральная точка медвежьего рынка – 2.800. И сейчас, мы с вами разговариваем, S&P стоит на 2.878. То есть, как раз посередине этого взлета. Кроме того, вы видите, что здесь две линии, две скользящие и средние. Медленная и быстрая. И S&P на недельном графике влетела в эту зону. Я называю это зоной ценности. Выше этой зоны рынок или любая акция. Выше этой зоны рынок переоценен. Ниже этой зоны рынок недооценен. А когда рынок входит в эту зону, он правильно оценен. Так вот, S&P как раз сейчас находится в зоне правильной оценки на недельном графике. На правом графике, с правой стороны, вы видите дневной график S&P. И что мы видим здесь? Невероятно быстрый взлет от недавнего дна, от мартовского дна к теперешнему рынку. И рынок в данный момент бьется головой об уровень 2,800. Этот уровень останавливал или задерживал многочисленные взлеты и падения на рынке. Это видно на недельном графике особенно хорошо. 2,800 – это рынок поддержки и сопротивления. И вы видите, как… Вот сейчас Роман рисует эту линию. Вы видите, как недалеко от левого края взлет в 2008 году остановился у этого уровня. Потом взлет, который начался в декабре 2018 года, остановился у этого уровня, упал, поднялся выше, вернулся к нему и опять пошел вверх. И даже вот сейчас, в феврале и марте, когда рынок стал обваливаться, то он остановился ненадолго, правда, у этого уровня 2,800. То есть это уровень, знаете, это как поле битвы, через которое армии проходили и обстреливали уже несколько раз. Там много воронок. И нападающим трудно преодолеть этот уровень, потому что защитники сидят в воронках и стреляют по ним. Так вот это вот то, что происходит сейчас на этом уровне 2,800. Рынок взлетел, он вернулся примерно к половине своего падения, что является такой очень нормальной мишенью в медвежьих рынках и застревает сейчас на этом уровне. Опять-таки, речь идет не о какой-то конкретной одной линии 2,800, точка 0,1 десятая. Вот нет такой ерунды. Это зона. Зона вокруг 2,800. Плюс-минус 100 пунктов в S&P – это нормальная часть этой зоны. Рынок взлетел от своего колоссального донышка и сейчас застрял в зоне сопротивления. Это мое мнение о теперешнем рынке. Мои индикаторы показывают, что падение в марте было настолько сильным, настолько мощным, что, как правило, такие донышки, рынок к ним возвращается. Рынок как боксер, который гораздо надежнее стоит на двух ногах, чем прыгать на одной. Поэтому я продолжаю ожидать возвращения в диапазон мартовского дна. Может быть, повыше, может быть, пониже. Но то, что происходит сейчас, представляется мне как реакция на первое ралли медвежьего рынка. Эти ралли обычно очень быстрые. Вот так вот я думаю о том, что происходит. Кстати, посмотрите на правый край, извините, посмотрите на правый график, на дневной, и вы увидите там индикатор MACD. Вы видите, как он начинает ослабевать. Посмотрите на индикатор индекс силы в нижнем окошке. Как он начинает ослабевать. То есть этот взлет, который начался в марте, начинает выдыхаться. Что это значит? Значит, что он развернется сегодня и на следующей неделе достигнет предыдущего дна? Нет, конечно. Это требует времени. И вот это вот качание вокруг уровня 2.800, оно вполне может продолжиться еще несколько недель. Но постепенно, 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 мне думается, донышко, которое было в марте, просится быть протестированным. Причем протестированным как? К тому же уровню повыше немножко, пониже немножко. Этого на данный момент я сказать еще не могу. Но такое мнение у меня на ближайшие пару месяцев. Спасибо большое, Александр. Пожалуйста. Я думаю, что всем, ну, уже много кто обсудил нефть. Но вот интересно тоже ваше мнение услышать, то есть то, что происходило на прошлой неделе. Вы знаете, во-первых, хочу сказать, прогресс никогда не стоит на месте. Где-то лет 10 тому назад вышла книжка, которая произвела на меня огромное впечатление, но и на других людей тоже. В которой, значит, говорилось, что все большие нефтерождения, месторождения нефти уже обнаружены. Спрос на нефть постоянно повышается, а находки нефти растут медленнее, чем спрос. И на основании этого, значит, автор, профессор биологии сказал, что цена на нефть может только расти. Только расти. И я играл нефть только на повышение. Это где-то было лет 7-8-10 тому назад. Больше. Что произошло? Технология обогнала все прогнозы. Больших... Профессор был прав. Больших месторождений нефти с тех пор не находят. Находят по мелочи, но вот больших таких уже нет. Но развилась технология, во-первых, горизонтальное бурение, когда бурят не только сверху вниз, а потом вот скважины еще в сторону бурят. А потом вот этот вот фракинг, когда они расщепляют землю. Раньше нефть брали только... Могли брать только из месторождения, где была структура, как камень внизу, камень наверху, а внутри огромное, значит, довольно огромное озеро нефти. Нет камня, нет озера. А остальное, значит, нефть рассеяна по всей земле, как в губке, там, на глубине. Оказалось, что эту губку можно выжать. И добыча нефти повысилась, особенно в Штатах. Соединенные Штаты сейчас то ли на первом, то ли на втором месте в мире стали производителем нефти. Они всегда были потребителями, сейчас становятся экспортерами. То есть нефти в мире залейся. Ну и, естественно, на фоне этого вируса китайского, который происходит сейчас, спрос на нефть понизился. Я даже на себя смотрю. Вчера вот я собаку возил к ветеринару. Так я смотрел на машине. Когда я последний раз покупал бензин? По-моему, я его покупал где-то в начале марта, да? А сейчас конец апреля уже. То есть я на заправку не езжу. А что, куда мне ездить? Все, по домам сидим. И это потребитель сидит по домам. А производство, остановлены огромные производства, спрос на нефть пониже. И в результате этого, значит, с одной стороны, технология, которая позволяет все больше и больше добывать нефть. С еще одной стороны, политика, где, в первую очередь, саудовцы и россияне не смогли договориться. И саудовцы решили показать, кто хозяин положения. И вот так вот между политикой и увеличением предложения нефти, нефть отжимается ниже и ниже и ниже. И, главное, производство нефти. А кроме того, есть вообще нищие страны, та же Венесуэла, допустим, или Мексика. Им просто, им наплевать на международные договора. Им нужны деньги сегодня. И они ее продают независимо ни от чего. Ну, на Мексику наехал, значит, наш президент. И пообещал им возместить. Он сказал, вы продавайте, а мы, значит, понизим свою продажу на то, что вы должны были понизить. Лучший друг. Короче говоря, спрос на нефть понижен, предложение повышено. И сейчас ситуация такова, что нефть, в принципе, некуда отгружать. Емкости нет. Танкеры сидят, на которые нет спроса, и танкеры превратились в нефтехранилище. В России, я читаю, скоро закончатся все возможности хранения нефти. А выключать, выключать скважину, это не как крантик перекрыть ванной. Это очень серьезное дело. И потом возобновить добычу нефти будет очень трудно. Однажды ее остановив из этого месторождения. Поэтому сейчас даже считал, собираются нефть просто качать на землю. Лес продали весь в Китай, и там, где раньше был лес, туда просто нефть качать. Просто жуткая ситуация. Разная степень жуткости по всему миру. Поэтому нефть вниз, вниз, вниз. Ну и так, общеполитический, общеэкономический обзор. Глядя на график, который вы показали, Роман, с левой стороны недельный график, который в глубочайшем обвале уже раз, два, три, четыре, семь, восемь недель, восемь недель весь столбик ниже конверта. То есть, ситуация панического выброса совершенно. С правой стороны дневной график, который показывает, что WTI, West Texas, держится на уровне ниже 10 долларов. Он был 60 долларов еще несколько месяцев тому назад, два месяца тому назад, три месяца тому назад. Естественно, что в такой ситуации могут быть, так же, как и на ориенте акций, очень быстрые взлеты. То есть, вдруг появляется какой-то кусочек хороших новостей, и цена взлетает. Но эти взлеты являются возможностью играть на понижение. Если вы увидите, где-то недели две тому назад, на дневном графике, нефть подскочила куда? В зону ценности. В зону ценности. И ниже. Если даже вернуться раньше, вы можете увидеть несколько ситуаций, когда взлет нефть в зону ценности и падение. Опять в зону ценности, опять падение. То есть, когда тренд на недельном графике идет вниз, то взлеты на дневном графике в зону ценности представляют возможность зашратить. Такие праги. Как вы считаете, что сейчас может быть с долларом? Ну, можем посмотреть на примере как раз валютной пары евро-доллар, который мы тоже у нас в списке инструментов, который мы смотрим? Я смотрю на доллар, я смотрю на доллар-евро и доллар-иены каждое утро. Валюты обесцениваются по всему миру, потому что как в Америке, так в Европе, так в Японии государство печатает деньги, чтобы поддержать экономику. Чем больше печатаешь, тем больше обесцениваешь. И вопрос теперь только, кто обесценивает быстрее. Поэтому, глядя на этот график, мне думается, что позиционная игра, позиционная игра на валюты очень опасна сейчас, это инструмент для дэй-трейдинга, вверх и вниз. В позиционном смысле трудно сказать что-то вразумительное здесь. Похоже на недельном графике, похоже, что какое-то донышко вырисовывается. Но, опять-таки, это не рынок, где вырисовывается донышко, вырисовывается бычья дивергенция, кстати, на индексе силы. Но это не тот рынок, где я храбро держал бы позицию. Очень политизированный рынок, очень быстро меняющийся. Это рынок для дэй-трейдеров больше. Если вы выставите, допустим, с левой стороны 30-минутный график, а с правой стороны 5-минутный, вот тут-то можно будет посмотреть. Ну, кстати, у нас такие вопросы возникали, как в качестве примера. Я думаю, что можем сейчас быстро посмотреть. Ну, по крайней мере, чтобы у нас в записи остался, ну, вот так же алгоритм ваших рассуждений, потому что очень много вопросов к этому появляются. И вот буквально, сейчас вот я как раз поставил, да, M30 и M5. — Окей. Значит, это система тройного экрана. Тройный экран — это два графика всего. Один долгосрочный, другой краткосрочный. Они соотносятся один с другим как примерно, приблизительно 5 к 1. Значит, слева 30-минутный график. Вы видите, вот в центре экрана донышко, да, если вы по нему чуть-чуть левее, левее. Вот, по нему приведете горизонтальную линию. Вот так вот. Вырисовывается линия поддержки. Ударил раз, почти ударил второй, ударил в третий раз и на четвертый раз пробил. Когда происходит такой пробой, то большинство новичков считают, ага, играем на понижение. А у меня это как раз наоборот. Большинство пробоев — ложные пробои. Поэтому, когда я замечаю вот такой пробой, я сразу начинаю следить за тем, а не вернется ли цена обратно выше этого пробоя. И при этом я очень четко смотрю на индекс, на индикатор MACD в центре экрана. Посмотрите глубину этого индикатора. У первого дна, вот здесь вот, да, вот это была сила медведей. И теперь сравните с силой у последнего донышка. Медведи стали слабее или сильнее? Медведи слабее. И в то же время более низкая цена. Как только цена возвращается выше вот этого уровня пробоя, играем на повышение. Когда столбики начинают выходить за пределы конверта, во время, вот, значит, начинается ралли, начинается взгляд. Столбики выходят за пределы конверта. Это уже зона самореза. Рынок живет по принципу маниакально-депрессивного психоза. Значит, здесь начинается маниакальный психоз. И пора продавать. Пора продавать. То есть, когда выходит график за пределы конверта, рынок четко переоценен. Он, может быть, будет еще больше переоценен. Но, в принципе, вот в этом районе уже стоит думать. Пора продавать. Малейшая слабость out. Малейшая слабость продают. Теперь, по дороге к правому краю, значит, маниакальный эпизод кончился. Все еще с левой стороны. Маниакальный эпизод кончился. И теперь, значит, наш пациент с левой стороны, на левой графике, не на правом. Роман, слева, левосторонний график. Да, вот этот. Маниакальный эпизод кончился. И теперь, значит, начинается депрессивный момент. И сегодня, буквально в последний час, этот рынок бьет по нижнему конверту. Значит, у рынка легкое такое же депрессивное состояние. Смотрим на индикатор MACD, который достиг очень низкой точки. И вот-вот развернется. Вот-вот. Еще не развернулся. Вот-вот развернется. И смотрим еще ниже на индекс силы, который вообще вырвался ниже нижнего конверта. Происходит четкое паническое выбрасывание этого инструмента. Кстати, посмотрите предыдущие две ситуации, когда индекс силы на левостороннем графике все еще оказался ниже уровня конверта. Там стрелочки эти выскакивают. Это показывает панику. Панику и панический выброс контрактов. И вот сейчас происходит паника. У рынка депрессия. MACD вот-вот готов развернуться. И поэтому, глядя на это, я такой говорю, готовимся покупать. Готовимся покупать. Я только хочу увидеть, чтобы MACD чуть-чуть бы тикнуло вверх. Видите, как этот MACD гистограмма ниже. О, все, вот-вот-вот, как раз. Все, мы получили сигнал на покупку. Идем к правому графику теперь, к пятиминутному. К самому правому краю. Ну, прекрасно. Вот линия поддержки была пробита два раза. И смотрим на глубину MACD гистограммы. Медведя на том же... Цена на том же низком уровне, а MACD более плоская. Смотрим на индекс силы еще ниже. Цена на одном и том же уровне. Индекс силы все более плоские и плоские. То есть, медведей ослабли. Вот сигнал на покупку стоит. Опять-таки, я повторю то, что я сказал в самом начале этого класса. Ни в коем случае не принимайте то, что я вам говорю, как руководство к действию. Все сейчас. Все продали. На 100% закупили этого евро. Взяли ипотеку под тещу и еще добавить, что купили. Нет. Приняв решение, что технически имеет смысл покупать, надо контролировать риск. Каков размер вашего счета? Какой процент этого счета вы готовы потерять и не расстроиться? Я предлагаю, что 1% может быть. Может быть, меньше немножко. Чем больше счет, тем ниже процент. И из этого уже рассчитываем, сколько контрактов мы имеем право купить. Очень хороший пример, Роман. Случайно так получилось. Редко бывает, что прямо во время вебинара выскакивает живой сигнал. Но нам повезло сегодня. Да, действительно. Хорошо. Спасибо большое. Как раз, да, действительно был удачный момент. Тогда сейчас можем посмотреть еще несколько таких общих инструментов. Вот сейчас читаю чат. Появились вопросы по золоту. По золоту. Сейчас я поменяю здесь тоже. Недельный, дневной. Да, сейчас я золото добавляю сюда и сюда. Вы знаете, более 90%, гораздо больше 90% всего золота, которое было добыто, выкопано из земли, найдено на земле во все исторические времена, до сих пор находится у людей. То есть золото не пропадает, да, оно не исчезает. Золото хранится вечно. А еще такой момент. Если взять все золото, имеющееся в мире, то и слить его в один или два больших слитка. Какой будет размер этих слитков? Оказывается, все золото, имеющееся в мире, составляет по себе, по объему, объем двух олимпийских бассейнов. Это все. То есть золото мало, и золото ценится, и ценилось во все... Конечно, Владимир Ильич Ленин говорил, что из золота мы будем делать общественные туалеты, но его преемники, по-моему, отошли от этого плана. Пользуются золотом немножко иначе. Тем более, что туалеты лучше всего в Японии покупать, они там более технические. Так, шутка. Так, просто к тому, что золото ценилось во все времена у всех народов. Золото не ржавеет, не исчезает, ничего. Золото – это навечно. А деньги, которые печатает государство, их становится все больше и больше и больше. И поэтому цена на золото растет в соответствии, скажем, в пропорции с тем, как наши замечательные власти печатают больше денег. Чем больше они печатают, тем больше золото растет. В данный момент печатные станки работают на сверхурочные. Поэтому фундаментально плюс, кроме того, золото отвечает на неопределенность, на страх. Золото – страховка против страха. Я когда маленький-маленький еще был, у меня была няня, она была казачка, в смысле из казаков, не донских, я забыл, какая-то другая. Короче говоря, во время революции она служила у какого-то царского генерала, который сбежал в Иран. И она ему, очень верная женщина, доставила в Иран золотые монеты из их квартиры, принесла. И вернулась домой, вернулась домой в Харьков. То есть золото – это страховка от плохих времен, и золото – это страховка от инфляционной политики правительства. Так вот, оглянувшись, что происходит вокруг нас, как вы думаете, золото – это спокойно или неспокойно? Так что, фундаментально, золото должно идти выше. Смотрим с левой стороны на недельный график. Мы видим абсолютно четкий тренд вверх. Золото поднимается, достигает маниакальной стадии, выскочив выше верхнего конверта и возвращается в зону ценности. Сидит там немножко, выскакивает опять выше, поднимается вот так вот, поднимается в маниакальную зону, возвращается к зоне ценности. Опять в маниакальную зону, в зоне ценности. Опять-таки, речь идет не о какой-то арифметической прогрессии, четко там 2,4 до 3,6. Нет, это зоны. Речь идет не о четких уровнях, а о зонах. Но тренд золота вверх, на данный момент, глядя на самый правый край недельного графика, золото, конечно, переоценено, оно начинает выходить, начинает выходить из последней маниакальной стадии. Так что, падение где-то примерно на 100 долларов, золото сейчас где-то что-то 17,04, падение в зону ценности 16,20, 16,10, плюс-минус, вполне возможно. Сейчас не лучшее время для покупки золота на повышение. Надо подождать, надо подождать, подождать. А как вспомнить? Вот как вспомнить, что надо это делать? Я вернусь к этому вопросу через момент, через 30 секунд, дам вам ответ на него. Смотрим на дневной график. На дневном графике золота с правой стороны мы видим как бы двойной верх, слабеющий МСД гистограмму. Золото вполне готово опуститься. И готово опуститься оно где-то в район нижнего конверта. Так вот, как вспомнить, когда оно начнет опускаться, что не надо паниковать, а наоборот, надо искать, надо покупать. У меня была приятельница очень хорошая, много лет тому назад. И она приехала в Америку, у нее было 68 долларов с собой. Стала очень богатой женщиной и очень хорошо играла на бирже. Так вот, когда она видела такой вот график, она распечатывала его, вот точно так, как он выглядит, распечатывала его и рисовала кружочек на недельном графике в зоне, в которой надо покупать. И этот график вешал на стенку возле своего торгового компьютера. То есть, каждый раз, подходя к своему компьютеру на стене, она видела планы того, что надо делать. Вот так вот она не забывала о том, что надо делать. Хороший план. Не очень технологический, но очень эффективный. Так что золото вверх, в принципе, по большому счету золото вверх. В краткосрочной стадии золото переоценено и готово к некоторому падению. И это падение создаст возможность опять хорошей покупки на более долгий срок. Вот сейчас уже несколько появилось вопросов по поводу индикаторов. Я вот пользуясь случаем сразу же отвечу для участников. Вот ссылку вижу, один из участников уже приложил на сайт Александра, где как раз можно приобрести индикаторы для 4-5 метатрейдера. А для клиентов Admiral Markets мы предоставляем промокод на скидку. Я сейчас оставляю свою почту, и если у вас есть счет как раз в Admiral Markets, или если вы планируете открыть, то как это сделаете, напишите мне, и я вам дам данный промокод. Ну и, соответственно, мы также помогаем с установкой индикаторов, чтобы это выглядело вот точно так же, как сейчас у нас на экране. Вот, кстати, этот шаблон Александр настраивал. Точнее, он помогал мне настроить его, когда Александр был в Таллине, по-моему, 2 года назад. Ну, чуть больше уже. Как раз вот все... Можно сказать, что Александр лично приложил руку к этому компьютеру. Вот так все осталось. Я как-то был в Москве на конференции, и конференция была в Горбачевском центре. Значит, я сидел во главе стола. Горбачева там не было, просто они арендовали этот центр. Я сидел во главе стола, а, вернувшись в Америку, всем говорил, что кто большой любитель Горбачева, я вот в этом кресле сидел этой задницей, кто хочет, может поцеловать за небольшие деньги. Еще несколько вот вопросов появилось. Я думаю, что сейчас мы можем посмотреть инструменты... Ну, в целом появился вопрос, я его просто обобщу. Какие... Мы его также затрагивали еще на прошлом вебинаре. Может быть, что-то есть дополнить по прошествии месяца. Есть ли, например, сектора, которые сейчас вызывают наибольший интерес в плане роста? Я помню, что вы говорили по поводу покупки индексов, да, там, например, ETF на индекс, то есть, например, там, ETF на индексы S&P 500. Вот был вопрос по поводу секторов. Как вы считаете, есть? Двойной ответ. Во-первых, сейчас далеко не лучшее время заниматься долгосрочными покупками. Например, в последние дни рынок открывается с разрывами в полпроцента, иногда даже в целый процент. То есть, рынок сейчас лихорадит. И покупать лучше в тихие, спокойные времена. А сейчас времена, наоборот, спокойные. Я в последний месяц, я бы сказал, не делаю никаких долгосрочных покупок. Только внутридневная игра. Пока все не устаканится. Если мой анализ правилен, и у нас будет тест мартовского уровня, то я думаю, что вот этот тест пройдет на очень невысоких объемах. Рынки будут как бы такие побитые, заброшенные. Вот тут я буду готов заниматься покупками. Сейчас не лучшее время заниматься долгосрочными покупками. Сказав это, значит, второй ответ. Если вы все-таки хотите что-то купить и подержать, то один сектор, который ведет себя лучше всех, это сектор высоких технологий. Высокотехнологические компании очень хорошо себя ведут. Компания, которая мне больше всего нравится. Ну, есть, конечно, все эти знаменитые компании. Google, Amazon, Netflix. Netflix не равно достиг. Все сидят по домам. Netflix достиг самого огромного количества подписчиков. Компания, которая мне очень нравится. Называется Shopify. Shopify, Ticker Shop. Кстати, можете выставить его там. У них совершенно замечательная бизнес-модель у этой компании. Допустим, вы хотите чем-то торговать на интернете. Да, я не знаю. Вы делаете ремешки для часов там. Или какие-то занавески на окнах. Или все что угодно. Вы идете на сайт этой компании, Shopify. И буквально за считанные минуты, за полчаса, вы создаете себе абсолютно профессионально выглядящий магазин. У вас теперь есть магазин. Вы вывешиваете все свои продукты с описанием, со всем. Все выглядит очень профессионально. И они же принимают у людей кредитные карточки. Принимают всякие всевозможные платежи. Снимают, естественно, небольшой навар себе. Остальное все вам. То есть, для экономики, где у многих людей такие сильные, независимые идеи, это прекрасный магазин, прекрасный сайт, который позволяет вам воплотить эти идеи в жизнь. Это, кстати, та самая акция, когда в начале нашего вебинара сказал, что этот новичок решил стать дейтрейдером и закоротил эту акцию. Да, это, конечно, было... Теперь мы видим. Да, это был не самый лучший вариант в мире. А кроме того, если он собирался быть дейтрейдером, вы занимаетесь дейтрейдингом. Рынок подходит к закрытию. До закрытия остается 10 минут, 5 минут, 2 минуты. И вы сидите в проигрыше. Все, 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 все. День заканчивается. Берем пистолет, приставляем его к голове этой акции и нажимаем на курок. То есть, к концу дня проигрышные позиции обязательно на тысячу процентов должны быть закрыты. Выигрышную позицию очень-очень-очень изредка я возьму на ночь. А так, к концу дня, дейтрейдинг, все должно быть закрыто. Вот так вот. Ну, вот это насчет многообещающих компаний. Это компания, которая мне колоссально нравится. Я все прицениваюсь к ней, но до сих пор не купил. Так что, так сказать, смотрим на девушку со стороны. Хорошо бы потрогать. Но пока она не дает это сделать. Да, она не дает. Она не дает, а кроме того, я был медленный немножко, потому что я эту девочку видел еще 3 недели тому назад, когда она давала. Но теперь ждем опять, чтобы она вернулась в зону ценности на недельном графике. Александр, вы тоже иногда с нами делитесь своими последними наблюдениями, то есть то, что вы находили в своей домашней работе. Скажите, есть ли какие-то инструменты, которые сейчас вызывают также у вас интерес, как эта компания, например? Может быть, может быть, бразильская компания, которая делает самолеты, Embraer. У меня выскочила с головы Tigger. По-моему, это EBJ. Я могу ошибаться. Boeing собирался их покупать. Кстати, с Boeing получился колоссальный прокол. Я был совершенно влюблен в Boeing. Я покупал Boeing. И в результате, когда он стал обваливаться, я продал его слишком поздно. Я потерял больше денег на Boeing, чем мне нужно было на нем терять. И Boeing сейчас, конечно, в совершенно глубокой копке, потому что никто не покупает самолеты. Тем не менее, Embraer называется компанией. E-M-B-R-A-E-R. Я как раз вчера смотрел на игры. Like Edgar Embraer. А, вот. Так, 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 так. Я смотрю. Нет, я ее не вижу. Ну, возможно, у нас... Сейчас, если вы мне дадите одну секунду, я вам ее... Подсказываю. Возможно, просто у нас в Admiral Markets ее нет, да, в данной компании. Но вот здесь уже в чате тоже подсказывают, что Embraer... Да, вы уже написали, тигр. Возможно, просто у нас ее нет сейчас. Окей, разберемся. А так, у меня совершенно... Уже две или три недели подряд я каждый... Я каждый уикенд сканирую все 500 акций, которые в индексе S&P на дивергенции и на экстримы индекса силы. И обычно десятки, а иногда и сотни потенциальных сделок выскакивают. Так в последние две или три недели количество потенциальных сделок не десятки и не сотни, а единички. И ничего особенного... И ничего так за душу и не хватает особенно. Сейчас не время... Сейчас не время больших покупок. Сейчас время дэйтрейдинга. И если я прав, я надеюсь, что я прав, если я прав, что будет какое-то тестирование предыдущего марковского дна, вот там-то, там-то, там-то у нас будет поиск замечательных покупок. А сейчас рынок висит на середине. Он упал очень крупно и половину откатил обратно. И сейчас все только, как говорят в Японии, сосут воздух. Так вот, сквозь зубы. Вверх или вниз. Это не лучшее время заниматься покупками. Понял вас. Ну, вполне с этим соглашусь. Тогда, я думаю, что мы могли бы перейти к вопросам. Как раз у нас остается 12 минут. Еще нам нужно будет 2 минуты, чтобы я рассказал про конкурс, где можно будет получить книгу с вашим автографом. Вы тогда можете посмотреть по вопросам, которые я вам отправлял. Ну, давайте начнем с криптовалюты. Вот расскажите ваше отношение. Вы знаете, я все четко считал, что криптовалюта – это новое платье короля. Деньги из ничего, деньги из воздуха. И тут недавно, значит, мне друзья сообщили, что самый успешный управляющий деньгами в мире, вообще за всю историю, такой есть Джим Саймонс, у него фонд, который называется «Миллениум». Что «Миллениум» начинает заниматься криптовалютами. Ну, я сразу решил, что если «Миллениум» занимается криптовалютами, то надо и мне попробовать. И я сделал недавно первую сделку по биткоину. Потерял 70 долларов. Очень дешево мне обошелся мой первый урок. И что я только заметил, что торгуя фьючерсами, у меня аккаунт на фьючерсах, то есть я заширкил фьючерс на биткоин. Невероятная волатильность. Он двигается один тик, два тика, два тика, три тика, один тик. 15 тиков. Вот так вот сразу выскакивает. То есть очень-очень негибкий рынок, на мой взгляд. Но как дэйтрейдинг, конечно, совершенно четко, возможности там есть. Я вот смотрю на этот график, вот сейчас недельный у вас слева. Смотрите, как биткоин пробил нижний конверт, недалеко от правого края, и тут же была бычья дивергенция индекса силы. И МСД гистограммы. МСД гистограммы, короче. И произошел этот взлет. А сейчас биткоин находится где? В зоне ценности. Он и не высоко, и не низко. А давайте посмотрим на биткоин. Для меня биткоин-то не держать. Для меня биткоин-то трейдинг. Давайте сделаем то же самое. 30 минут и 5 минут. Один момент. 30 минут и 5 минут. Как раз вопрос. Имеет ли смысл в импульсную систему включить индекс силы? Вы знаете, я смотрю на все. То есть вы видите на этом экране. Тут есть и импульсная система, тут есть и МСД, и индекс силы. И это, собственно, вот такой тройной набор, которым я пользуюсь для принятия решений. Ну вот смотрим на 30-минутный график. Опять-таки, у пациента маниакально-депрессивное состояние. Когда пациент находится в маниакальной зоне возле верхнего конверта, ищем возможности закоротить. Когда он находится в депрессивной зоне возле нижнего конверта, ищем возможность закупить. Требует очень быстрых реакций. А кроме того, колоссально волатильный рынок. Очень-очень тощий. Объем очень по сравнению с акцией, со фьючерсами объемы очень-очень низкие. Поэтому, не знаю, я думаю, что... Я оставлю тренды для Джима Саймонса. Что я делаю? Для меня зона ценности играет значение в первую очередь в стратегическом диапазоне. В данном случае в 30-минутном диапазоне. Когда биткоин, с левой стороны, значит, в левом графике, 30-минутный стратегический график, когда биткоин находится в районе зоны ценности, сделки нет. Он правильно оценен. Когда он отходит от зоны ценности, то вот тут я начинаю искать возможность сделки. Это на долгосрочном графике. А на краткосрочном зона ценности помогает найти точки входа. То есть, вот начинается падение, да? Опять-таки, вот на 30-минутном графике биткоин падает. И по мере того, как он падает, на 5-минутном периодически он поднимается в зону ценности. Поднимается, каратин. Поднимается, каратин. Опускается ниже конверта. Закрываем сделку. Я просто читаю вопрос. Играйте на фьючерс S&P 500 и нефть внутри дня или по дневному таймфрейму. Все зависит от обстановки. То есть, в данное время, в настоящее время, day trading. Потому что идешь... Вчера лег спать, проснулся, и нефть на 3 доллара ниже, чем была вчера. Вчера было 14, сегодня 11. Конечно, если играть на понижение... Одну секунду. Если играть на повышение, то пропал. А если... Извините. А если на понижение, то... Это, конечно, как выиграл в лотерею, но тогда бы спать не мог. Так и так. Потому что... То есть, держать такие позиции ночью, просто не заснешь. Рынки колоссально в лотереи. И наш образ действий должен быть применен к этим рынкам. Что касается day trading, это очень опасная игра. Не для начинающих. Потому что она требует практически моментальных решений. На... При стандартной игре, где держишь сделки несколько дней, неделю, есть время подумать. В day trading, если ты остановился подумать, ты умер. И опять, возвращаясь к вопросу. Очень хочется четко понять условия одного и другого подхода. Где сделка открывается в зоне ценности, закрыться у линии конверта. Я никогда не войду в сделку в зоне ценности в длинном диапазоне. В длинном диапазоне я всегда ищу какого-то экстрима. Я ищу, чтобы... Рынки всегда колеблются. Они то выше, то ниже ценности. Я вот ищу, когда вот это колебание начинает достигать экстрима. Тут-то я перехожу к дневному графику. Или к краткосрочному графику. Еще один вопрос. Вы говорили, что учитываете short float при отборе акций. Если он больше 10%, то шортить опасно. А учитываете ли вы short float в лонговых позициях? Да, конечно. Чем выше short float, тем лучше покупать на повышение. Потому что тогда риск... Большой short float – это риск взлета. И если вы продаете на понижение, то риск взлета против вас. Если вы играете на повышение, риск взлета в вашу пользу. Просит разобрать рынок в клинице, если вы покажете, Роман. Сейчас я проверю. У нас мы планируем его добавить, но... Ну, не так нет. Может быть, другие какие-то вопросы. Да, я думаю, что можно тогда сейчас перейти к следующему. Здесь, к сожалению, не сможем сейчас показать. У вас какие-то вопросы есть? Вот я сейчас просматриваю чат. В целом, на большинство вопросов вы уже ответили так или иначе в ходе вебинара. Я думаю, что если кто-то присоединился чуть позже, то смогут пересмотреть. И сразу же, да, для всех участников. То есть я, возможно, не взял ваш вопрос, потому что на него ответ был ранее, и стоит пересмотреть запись. Или вот мы не можем, например, посмотреть... Еще один вопрос. Есть ли дни недели, которых вы избегаете, или, наоборот, смотрите в точки входа? Вы знаете, я люблю торговать рано. Я люблю торговать в начале недели и в начале рабочего дня. Потому что тогда есть какое-то ощущение пространства, простора. Если что-то идет не так, то можно переиграть эту сделку. А самое гиблое дело – торговать под закрытие. Потому что рынок уже закрывается, люди как бы выравнивают свои позиции, и открывать сделку в конце рабочего дня я очень не люблю. То же самое в конце недели. В пятницу я очень не люблю открывать новые сделки. Вот здесь отвечу на вопрос. Поступает несколько вопросов по российским акциям. Но вот, к сожалению, пока в Адмирал Маркетс не представлены российские акции, поэтому мы их в данном случае не сможем сейчас прокомментировать. Поэтому сразу же для всех просьба. Сейчас и, в принципе, когда вы будете готовить ваши вопросы, то прикладывайте их по возможности, например, по американским, по европейским акциям. Ну или вы можете посмотреть те инструменты, которые есть в Адмирал Маркетс, и по ним уже тоже сможете посмотреть. Я только что вошел в чат, увидел вопрос, Глеб спрашивает, зона ценности – это одно стандартное отклонение от казящей средней? Для меня зона ценности – это пространство между краткосрочной и долгосрочной EMA. Но то, что вы предлагаете, одно стандартное отклонение – это тоже допустимый вариант. Только не надо меняться между двумя. Возьмите или одно, или другое. Но для меня зона ценности – краткосрочное скользящее среднее показывает среднее соглашение по рынку за короткое время, а долгосрочное, стоящее среднее – за более долгое время. Вот, значит, у нас есть два соглашения. Одно краткосрочное, другое – долгосрочное. Вот зона ценности – как раз зона между этими двумя соглашениями. Вот тоже вопрос поступил по поводу круизных компаний. Ну, если вас… Да, 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 да. Если вам как этот вопрос нравится больше, то… Вы знаете, круизные компании – это… Они у меня где-то пару недель назад стали выскакивать на моих сканах. CCL – это Caribbean Cruise Line, Carnival Cruise Lines, RCL – Royal Cruise Line. Они восстановятся когда-то. Но когда это произойдет, сказать очень трудно. Люди боятся. Люди боятся. И сейчас все эти круизные компании предлагают неограниченные деньги обратно, если, значит, вы передумаете туда ехать. Это им поможет, конечно. Но пройдет довольно много времени. Кроме того, они наверняка сейчас вошли в очень большие долги, эти компании. Так что прибыли у них по-настоящему, даже когда они начнут плавать нормально, прибыли в течение долгого времени будут съедены выплатами по долгам. Кто-то спрашивает, фронтсофтические компании. Некоторые взлетают очень сильно, типа как Gilead, у которых вроде есть какие-то новые разработки. Но для этого нужно быть биологом, нужно знать, какие компании к чему. Ну вот был вопрос от Валерия по поводу торговли на валютном рынке. Ну вот как раз Валерий, видимо, присоединился к нам чуть позже. Вот мы смотрели евро-доллар. То есть вот Александр как раз рассказывал свой подход, и можно будет тоже в записи посмотреть. Ну, на самом деле у нас время уже подходит к концу, поэтому также я, коллеги, напомню, что все ваши вопросы, которые у вас появляются, вы можете присылать заранее, заранее готовить и оставлять их под записью на нашем YouTube-канале. Сейчас я ссылочку также приложу. И уже мы сможем заранее получить ваши вопросы. Я передам их Александру, и сможем заранее их посмотреть, выбрать наиболее интересные. И, как я уже обещал в начале, мы разыграем, мы будем разыгрывать каждый вебинар к книгу Александра с автографом. Я предлагаю поступить следующим образом. Тема для розыгрыша будет наиболее интересный инструмент, который по системе Александра, как раз это вот такой неплохой тест на проверку, все ли вы правильно поняли, такое небольшое домашнее задание. Найти инструмент, это может быть, например, американская акция или европейская акция, но лучше ликвидный рынок. Давайте возьмем Европа-Америка акция. И предложить эту акцию, написать ее тикер на нашем YouTube-канале. Вот та акция, которая заинтересует Александра, которую, например, Александр захочет включить в свой watch-лист, ну или, в принципе, сделать сделку по нему. Ну, не обязательно сделку, но, в принципе, Александр, вам она понравится по параметрам. Делает сделку, чтобы не просто посмотреть, а действительно, рассказать, пощупать. Да. То есть вот та сделка, которая, сделка по инструменту, которая вам понравится, вот тот победитель и получит вот эту книгу. Если будет несколько участников, которые предложат одну и ту же акцию, то книгу мы подарим тому, кто напишет комментарий первому, ну, чтобы все было честно, все было по справедливости, что называется. Запись мы добавим уже завтра, она будет на нашем YouTube-канале, ссылку я уже приложил, поэтому переходите, как раз оставляйте там вопросы и предлагайте ваши инструменты и принимайте участие также в розыгрыше этой книги. И мы итог подведем как раз на следующем вебинаре, который будет в мае. Спасибо, спасибо большое, Роман. Я смотрю, спасибо всем, кто, так сказать, с большой теплотой отзывается о моей работе. Спасибо вам. Я смотрю, некоторые приходят поздно и задают вопросы о том, что мы уже обсуждали. Это мне напоминает, тысячу лет назад как-то у приятеля сын родился, они евреи обрезание, значит, устраивают, торжественная церемония и меня пригласили. А у меня денег не было совсем. Я долго крутился, чтобы найти бесплатную парковку. И к тому моменту, когда, значит, я пришел туда, уже, значит, срез был сделан. Я говорю, а можно для меня еще немножко добавку? Приятель очень обиделся. То же самое и здесь. Вопрос, когда будете в Москве? Боюсь, что очень не скоро. Во-первых, я сейчас боюсь путешествовать. Я очень люблю путешествовать, но у меня сейчас, я боюсь этого коронавируса. Кстати, дочки переболела им одна. К счастью, легко обошлась. А во-вторых, в Москве сейчас денег нет. Россия под санкциями. Просто я вижу и чувствую, там просто нет денег. Никто меня в Москву не приглашает. Так что я боюсь, пока не изменится обстановка, меня сама не собирается. Я там еще очень долго не быть. Ну, будем надеяться, что обстановка скоро поменяется, что все начнут возвращаться к нормальной жизни, мы снова сможем путешествовать, ну и, в принципе, жизнь вновь вернется в наши города. Ну и будем на это надеяться. Спасибо большое, Александр. Как всегда, максимум информации за минимум времени. Спасибо большое. Будем рады встрече уже в конце мая. Да, уже следующий вебинар у нас стоит в плане. Ну и всем спасибо, также, уважаемые участники, за вашу активность, за ваши вопросы. И еще раз, да, напомню, что ваши вопросы оставляйте под записью к этому видео. И, соответственно, уже на следующем вебинаре уже также Александр сможет ответить на те вопросы, которые будут наиболее интересны, те, которые, наверное, уже не повторялись в ходе наших вебинаров. Поэтому всем большое спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok